Сегодня тема нашей передачи «Крещение. Для чего необходимо креститься и когда надо посвящать таинству крещения детей?» На эти вопросы ответит священник Воскресенско-Германовского собора города Ульяновска, игумен Серафим Ляхов. Когда рождается ребенок в православной семье, то согласно церковной традиции, церковному уставу, верующие родители приносят своего чада в Храм Божий для того, чтобы посвятить Богу. И это посвящение мы называем крещением. Родители нам дают жизнь телесную, но мы лезем с вами взрослым и понимаем, что, увы, земная человеческая жизнь очень скоротечна. И кем бы то в этой жизни ни был, богатым или бедным, властимущим или обычным человеком, рано или поздно любая человеческая жизнь приходит к своему финишу. Но мы, люди верующие, у нас утешает то, что со смертью нашего бренного тела наша жизнь вообще как таковая на этом не заканчивается. Почему? Да очень просто. Потому что мы, люди, созданы по образу Бога, а Господь Бог вечен. И вот из тех живых существ, населяющих землю, Господь Бог, только человека, то есть нас с вами наделил бессмертной душой. Поэтому в полном смысле этого слова умереть нам не удастся. Умрет только наша оболочка, наша плоть. А вот душа, разум, сознание, сущность человека остается жить вечно, как образ Божий. И вот для того, чтобы наша душа после смерти своего бренного тела могла войти в другой, иной, вечный, духовный, ангельский мир, к своему Творцу и Создателю, к источнику жизни, Господу Богу, здесь на земле, согласно заповеди Христовой, мы с вами должны родиться от воды и святаго Духа. Мы принимаем крещение во имя Божие, во имя Пресвятой Троицы, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Через Иисуса Христа, через Сына Божия в таинстве крещения каждый из нас усыновляется Богу Отцу. Поэтому люди крещеные с полным правом могут называть себя чадами Отца Небесного. И крещение – это не есть красивый обряд, это не есть традиция, там ли дань моде, это таинство. Одно из семи таинств, которые существуют в нашей христианской апостольской церкви. И таинство крещения установили не люди, не патриархи, не священники. И таинство крещения установил сам Господь наш Иисус Христос, когда Он воскрес из мертвых после распятия, в праздник Пасхи. То на протяжении 40 дней, с момента Своего воскресения до Вознесения на небо, Господь в течение 40 дней несколько раз являлся видимым образом Своим ближайшим ученикам, апостолам и жертным мироносицам. И в одно из таких чудесных явлений, после воскресения из мертвых, Христос говорит Своим ученикам, «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». То есть вот прямой указание на то, что мы с вами, люди, верующие в Бога, верующие во Христа, как в Мессию, как в своего Спасителя, должны согласно Его же евангельской заповеди принимать крещение во имя Божие, во имя Пресвятой Троицы, для того, чтобы являться наследником жизни вечной. И задают иногда такой вопрос, когда нужно крестить ребенка. Ну, вы знаете, по традиции это можно сделать, начиная с 8 дня, а можно в 40-й день. Дело в том, что до 40-го дня мама не может присутствовать на крещении. Почему? Потому что, согласно церковным правилам, женщина, роженица, до 40-го дня после родов считается, бывает в нечистоте. И когда проходит 40 дней после рождения ребенка, то мама, роженица, должна прийти в Храм Божий и взять очистительную молитву. Поэтому до 40-го дня мама просто не может приходить в храм. И поэтому ведь маме-то хочется присутствовать в прикрещении своего ребенка, поэтому это обычно делают на 40-го день, после 40-го дня. Но если ребенок слаб, допустим, лежит в реанимации, рожден недоношенным, то можно покрестить ребенка и в первый, и во второй день его рождения. Такое мы делаем ради страха смертного, что можно было потом помолиться за его душу, о здравии, а если он уйдет в иной мир, о покойнии его души. Поэтому чем раньше крестить ребенка, тем лучше, чтобы за него можно было молиться, чтобы у него был свой ангел-хранитель, чтобы он был под защитой благодати и милости Божией. Редактор субтитров А.Семкин